Так, ну и я думаю, начинаешь, да? Доклад называется «Некоторые критерии достоверности при анализе физических теорий, описывающих структуру материи». За столетия доминирования теории относительности возникло несколько таких устойчивых штампов, которые очень сильно утвердились в физике, и которые люди, даже которые разрабатывают новые теории, все равно ими пользуются. Значит, их достаточно много, но я хотел бы рассмотреть некоторые из этих штампов. Их, в общем-то, четыре, потому что все очень долго рассматривают. Первое – это отрицательные, в кавычках, эксперименты Майкельсона-Морлея. Второе – введение новой формы материи в поле. Третье – постулирование. И еще, да, это дополнительно уже, это не штамп, а просто последовательность рассмотрения моделей эфира. Так, начнем по порядку. Первый, значит, эксперименты Майкельсона-Морлея. В теории относительности, ну и тоже во многих современных теориях, существует такое мнение, что они были отрицательными. Это, значит, глубочайшее заблуждение. Потому что, начиная вот с первого опыта Майкельсона-Морлея, с первой серии, 1881 года, всегда получалось, были какие-то результаты. В чем там было дело? Когда Майкельсон строил свой интерферометр, он ожидал, что будет наблюдать орбитальную скорость Земли. В конце 19 века было известно, ну, скажем так, три самых больших скорости. Первая, это скорость света, значит, 315 тысяч километров в секунду. Потом вторая, скорость орбитальной Земли, 30 километров в секунду. И потом движение Солнечной системы вместе с Землей, созвездие Геркулеса, 19 километров в секунду. И когда вот этот, рассматривался, готовился опыт Майкельсона-Морлея, считалось, что вот Майкельсон расположен на поверхности Земли, в течение суток у него будет меняться по такому, по закону, отмеченному вот этим вот пунктиром. То есть, ну, что-то синусоидально подобному закону. В результате измерений получилась кривая, резко отличающаяся от этого. Мало того, что она отличалась по амплитуде, то она еще резко отличалась от этой синусоиды. Если бы вот, понимаете, тут такая тонкость, если бы вот получилась вот эта кривая маленькая, но все-таки синусоидальная, то тут резко бы все изменилось. Хотя, в принципе, она не могла даже появиться, такая кривая. С чем это Майкельсон, он высказал, вот это, значит, серия 87-го года, вот две серии вот у него. Как видите, здесь тоже получается какая-то, получилась у него некая такая ломаная кривая. Майкельсон, значит, он высказал предположение, робкое причем предположение, потому что оно шло в разрез со всеми астрофизическими данными того времени, что, возможно, Земля движется, имеет более сложное движение. Он очень робко это высказал, но говорит, возможно, даже, что Земля движется так, что компенсируется орбитальная ее скорость. И поэтому мы получили вот такие маленькие движения. Но вот это, значит, привело к тому, что эти опыты поставили, были поставлены под сомнение. Спустя 40 лет, почти 40 лет, 20-х годы, эксперименты Майкельсона Морлея были поставлены очень педантично и скрупулезно, были воспроизведены Миллером. Эти эксперименты, он проводил их в двух вариантах, на голландских высотах, а потом на Маунт Паламар, где был установлен трехметровый телескоп американский. И вот около этого телескопа он провел там несколько сот тысяч измерений, в отличие от сотен Майкельсона Морлея. И он надежно зафиксировал, это эфирный ветер, порядка 10 километров в секунду. Это, значит, все эти серы, причем он их, он когда уже готовил свои эксперименты, он как раз рассчитывал на обнаружение скорости, кроме орбитальной Земли, движения в составе Солнечной системы. Хотя вот еще с 1905 года он еще даже, ну как сказать, мог только предполагать, что оно есть. Но вот астрономические данные 20-х годов, они уже дали, что, там, после Хаббла, других ученых дали, что Земля имеет сложное движение в составе галактики и в составе, значит, внутри и вместе с галактикой. Он провел свои серии, значит, построил там соответствующие графики для различных эпох, ну или сезонов, как это, для простых людей. И в результате он получил такую вот вот кривую, на которую нанес результаты Майкельсона Морлея. Вот здесь они показаны, вот, верхняя вот эта вот, это самая черточка, а нижняя, это 1905 года, там уже его эксперименты. То есть они легли близко к этой кривой. Это значит, говорит, что кто бы там ни говорил, уже были подтверждены, получены данные, что все, результаты Майкельсона Морлея были строго положительные, далеко не отрицательные. Вот, значит, так, сейчас, теперь. И вот это его высказывание Майкельсона по этому поводу. Я тут привел специально на русском, на английском, из различных источников. Значит, русский текст взят из книги «Эфирный ветер» Владимира Акиловича, который редактором был, где там русский перевод. А там, на всякий случай, я еще процитировал из английского источника, прямо из первоисточника. Для того, чтобы было сказано, имеется в виду обнаружение эфирного ветра, имеет значение только орбитальное движение Земли. Если же оно объединено с Солнечной системой, относительно которой имеется мало определенных данных, то результат должен быть изменен. Вполне возможно, что результывающая скорость во время наблюдений была малой, хотя шансов на это мало. Это то, что я говорил. И потом в этих же своих работах Майкельсон сформулировал свой принцип, который потом повторил Миллер уже в 1933 году. Если эксперимент, который он проводил, будет когда-либо проводиться, кожух аппарата должен быть выполнен из стекла или вообще отсутствовать. Вот это, значит, тот величайший принцип Майкельсона, который впоследствии, как только получались отрицательные опыты, всегда нарушался. Я проанализировал около 30 экспериментов специально взятых, там все, что релятивисты предъявляют, проанализировали. Везде была экранировка вот этого чувствительного элемента. Везде. Значит, получается, что даже отрицательные опыты, они косвенно подтверждают наличие эфирного ветра. То есть, если кожуха нет, эфирный ветер четко определяется. Кожух появляется из металла, значит, все, эфирный ветер пропадает. Так, теперь переходим, значит, ко второму вот этих, из этих вот штампов. Введение новой формы материи поля. Так, до, значит, до возникновения теории относительности всегда рассматривалась единственная форма материи. Это вещество было. И она всегда отождествлялась, и работали только с веществом. Но, значит, понятие поля – это чисто математический термин. Он применяется в математике очень успешно и плодотворно. Но, значит, если привнесенный в физику, обычно означает физический объект или ветчину, описываемая скалярным, векторным или тензорным полем, пониманием математического анализа или дифференциального геометрии. Вот в этом весь смысл. То есть, значит, поле – это математика. К физике она имеет, ну, чисто описательное отношение в том смысле, как применяется в физике. Вот, значит, Максвелл, когда работал, разрабатывал свою теорию, он, значит, у него вот эта разработка электромагнитного поля, кроме теории, вот и по теории, кинетической теории газа, у него есть такие три фундаментальнейшие работы. И вот если в первой работе Максвелл говорил об эфире, как при выводе своих уравнений, как такой, ну, гипотетической, по аналогии взятой среде, которая, значит, вполне может и не быть, но, тем не менее, значит, вот он применяет свои расчеты. Кстати, примерно в таком же ключе в 30-е годы там, в своем учебнике, значит, уже писал, вот примерно такие же вот вещи, как вот Максвелл в своей первой работе. Во второй работе, вот из этих трех, Максвелл уже пишет о том, что, значит, эфир, что, скорее всего, эта среда существует, и в этой среде происходят некие процессы, которые вызывают электрические и магнитные явления. И, наконец, в работе 1864 года, вот из этих трех последних, Максвелл уже четко пишет, что, значит, эта среда, безусловно, есть, дает впервые, подчеркиваю, впервые определение электромагнитного поля. По крайней мере, так утверждает автор перевода, вот 1953 года, статьи, вот из сборника этих статьй, Цейтлин, он утверждает, что это впервые Максвелл привел определение электромагнитного поля. Значит, это та часть пространства, которая содержит в себе окружающие тела, находящиеся в электрическом или магнитном состоянии. Дальше он дает пояснение, и вот здесь вот происходит у Максвелла отождествление эфира со средой. Поэтому мы имеем некоторые основания полагать, исходя из заявления света и тепла, что имеется какая-то эфирная среда, заполняющая пространство, и пронизывающие все тела, которые обладают способностью быть приводимым в движение, передавая это движение от одной своей части к другой, и сообщает этим движение плотной материи, нагревая его и воздействуя на ее разнообразными способами. Вот эта вот тождественность электромагнитного поля, эфира, она, в общем-то, казалась тогда совершенно очевидной, понятной. И вот в своих трактатах об электричестве Максвелл уже пишет только об электромагнитном поле. Хотя всегда подразумевается, что, значит, это речь идет об эфира. Просто удобнее, что там электричество и магнетизм, ну, значит, вот электромагнитное поле. И вот это, кстати, то, что не упоминает в трактате, вот это не приводит свою тождественность этих понятий, это дает революционному понятию, говорит, что вот, он вроде бы перешел, потом вообще отказался от эфира. На самом деле эфир продержался до теории относительности, как, значит, материальная среда, как приносящая вот эти вот электромагнитные воздействия. Значит, с возникновением теории относительности, причем даже еще немножко раньше до теории относительности, по МКР, в работе 1903 года, они, значит, надо сказать, были, ну как, ну, друзьями, такими приятелями с Лоренцем. И вот он ему сказал, ты знаешь, вот что, вот в принципе, вот вся твоя теория, она будет выглядеть точно так же, если оттуда вообще убрать эфир. То есть эфир, ты знаешь, вот он не очень нужен, хотя он и есть, конечно, но он не нужен, понимаешь, вот это, значит, это понкаре, так сказал. А Эйнштейн положил это уже постулатом, что эфир не нужен. Причем, вот я особо подчеркиваю, Эйнштейн никогда не отрицал от эфира. Самое вот это такое сильное утверждение у него было, что он не нужен. А вот уже его последователи, ортодоксы от науки, у нас это была школа Иофе, там, Ландау, вот эти вот, они, значит, уже говорили там, рецензия на одну статью была, и они выбрали, так, была мусорная корзина истории, они говорят, мы выбросили эфир в мусорную корзину истории. То есть они оказались в свете Попы Римского, как есть такая пословица вот эта вот. То есть выбросили эфир, вообще не Эйнштейн. Эйнштейн, мало того, он до конца своей жизни, вот как-то пытался куда-то там применить этот эфир. Вот Владимир Акимович, он, значит, очень привел интересную цитату, но я потом ее, конечно, дошел в сборнике статьи Эйнштейна. Значит, Эйнштейн, вот она проведена здесь, Эйнштейн, он такой вот, это сакраментальнейшая мысль. Он говорил, что можно рассматривать две возможности. Ну, да, я вам могу сказать, что было состояние такой науки, что вот люди мучительно, все ученые искали выход из ситуации, потому что вот одни эксперименты вроде бы дают, что есть эфир, другие вроде бы нет. Почему это я уже попытался объяснить, что вот недостаточно было данных об, это самое, в астрофизике, ну, и вообще в физике. И, кроме того, вот не учитывался этот принцип Маккельсона, что должны быть или открыты, или окружены какими-то прозрачными телами вот эти вот установки, понимаете, вот здесь вот. И вот, значит, Эйнштейн говорит, что есть две возможности. Либо, значит, он полностью неподвижен, то есть он не принимает никакого абсолютного участия в движении, или вторая возможность, это значит, что он участвует в движении, но тогда это получается очень сложный путь. И поэтому будем рассматривать первый путь Эйнштейна. И вот я, значит, считаю, ну, это может быть шутка такая, но я считаю, что все разработчики сейчас эфира идут по второму пути Эйнштейну. Понимаете? Настало время разрабатывать второй путь Эйнштейна, что, вообще говоря, и делается. И вот одна из, значит, одна из последних его цитат от Эйнштейна, значит, когда он, вот он все время упрощает эти свойства эфира, и вот он писал, значит, уже когда, при создании ТО здесь вот это, что эфир, общая теория относительности, есть среда сама по себе лишена всех механических и кинематических свойств, но в то же время определяющие механические электромагнитные процессы. Вот можете себе такое вопросить? Я, например, как-то с трудом. То есть это вот, значит, с одной стороны вот никак не действует, а с другой стороны все определяет. Вот это вот, значит... Шизоприничное. А? Шизоприничное. Ну, не знаю, что-то такое. В общем, несколько неожиданное, как минимум. Третье, значит, я что хотел сказать по первым этим им двум. То есть если вот авторы считают, что в своих разработках приняли, что опыты Майкельсона Морлея отрицательные, значит, то это уже подозрительно должно быть. И очень внимательно надо относиться к таким работам. Кроме того, значит, вот если... Вот есть еще, в нем встречалось много работ, где авторы берут поле за основу, постулируют наличие неких полей, и, значит, пытаются из них, считая, что это еще одна форма материи, пытаются синтезировать какое-то представление об окружающем мире. Кстати, ну, вы знаете, что примерно тем же занимался Эйнштейн, и до конца жизни ему так и не удалось вот это свести в едино все вот эти, ну, так известные уже на его время, четыре взаимодействия, то есть создать единую теорию поля. Сейчас вот эта кварковая модель, ну, там, значит, тоже она, вроде бы этот самый бозон обнаружили, но теперь мне понравилась такая была формулировка, что, а теперь надо исследовать свойства этого бозона, чтобы что-то там сделать с физикой. Вот примерно так было сформулировано. А струны? А? А струны? Струны, потом мы с тобой порыслили. Струны — это вообще блестящая вещь, я считаю, что это... Вот, ну, ладно, не буду, потом. Так, вот у Владимира Акимовича Асуковского, вот в его работах, есть очень полезная и ценная вещь — это рассмотрение философской концепции физики. Вот, к сожалению, всех, кто читал его там работы, ну, с удовольствием, как правило, они эту часть как-то так пробегают, и не обращают внимания. Грешон тоже впервые это сделал. Ну, а потом, когда, значит, вот начал там вот вести диспуты там с физиками, с многими, то я понял, что, ну, пришлось, в общем-то, все прочитывать и впитывать, что это такое. И вот здесь вот, значит, он, вот, вот сказано, что вот физика, основная идея, она не приемлет никакого постулирования. А вот в настоящее время, вот я считаю, существует три таких синонима практически. Догмат, постулат и аксиома. Вот это, вообще говоря, ну, синонимы, но имеющие такие некоторые стилистические оттенки. Догмат — это, как правило, в религии. Постулат, вот, в теории относительности. И аксиома — это математика. Вот каждая из этих, вот, значит, как сказать, вот разделов, да, они имеют право применять эти. Но вот физика, в общем случае, она может только рассматривать только гипотезы, которые должны подтверждаться экспериментом. Если они по каким-то причинам получаются какие-то поправки, то все предыдущее должно пересматриваться, безусловно, потому что это противоречит. И вот у меня вот коллеги мои, с которыми я работаю, это такие фанатичные, догматичные последователи теории относительности. И вот я вот, причем они преподают в университетах, в университете там на ФМШ там преподают. И вот у них такая вот, значит, тенденция, что вот есть механика Ньютона, есть механика Эйнштейна. Понимаете, разделили вот эти две механики. И, значит, ты говоришь, что результат разделения это в том, что, значит, есть вот разные постулаты приняты у Ньютона и у Эйнштейна. Вот так вот здесь вот, значит, до Эйнштейна вот физика была таким плавным, непрерывным механизмом. То есть развитие все время шло, получали экспериментальные данные, корректировка проходила этой теории. Опять, опять. И там, ну, были уравнения какие-то Ньютона. Но что это механика Ньютона, ну, вы, наверное, с этим сталкивались все, что она вот отдельно не выделялась. Вот была вот просто плавный такой переход. И только вот Прильстейни, значит, что вот вводим постулаты, и в результате мы можем, значит, получить какие-то интересные результаты. Вот. Вот в математике аксиомы, это вещь, вот математика, когда работает, он может что угодно приводить, вот что хочет, и там уже конструировать свой мир, преобразуете уравнение. Вот буквально, а? Три минуты. Хорошо. Значит, буквально там вот где-то дня три назад я с приятелем, он такой математик-вычислитель довольно сильный, и он, значит, говорил, к нему обратился теоретик, говорит, вот ты знаешь, я сконструировал такой вот механизм, но теоретически, мне бы посчитать численно при некоторых граничных условиях. Если вот получатся результаты, которые ожидают, тогда есть смысл продолжать мою работу развивать. А если нет, тогда я не буду дальше. Вот мне даже немножко смешно взялось, вот это возможности вычислителя техники сейчас, ну а он считает на этих, на американских военных компьютерах, вот этот приятел вот. Ну вот мы с ним так посмелись, но он взялся, значит, ему сделать. Так, теперь дальше, значит, и теперь вот последнее, ну тут я, может, еще на минуточку больше расскажу. Вот Владимир Акимович тоже в своей работе, он говорил, что, вот что, ну смотрите эту цитату, что при разработке модели эфира возникает такой вот очень тонкий момент, который всегда необходимо учитывать. Заключается вот в чем он, значит, что когда автор, как правило, автор берет всегда простейшую модель эфира, то есть идеально нежимаемая жидкость. И в ней рассматривают все процессы, это понятно, потому что про эфир, ну будем предполагать, что ничего не известно, поэтому не знаешь, где искать, ищи под фонарем. А вот эта идеально нежимаемая жидкость, она хорошо проработана в теории сплошных средств, описана уравнением, и поэтому всегда соблазн начинать с нее. Ну и вот этот, значит, подход, он хорошо, ну вот теперь возьмем другую крайность, воздух наш. Мы знаем, что воздух это вязкий, сжимаемый, многокомпонентный, там теплопроводный, теплоемкий газ. И тем не менее, мы имеем право рассматривать вот все вот эти модели, вот я привожу пример по оглавлению Лайсанского, значит, теория сплошных средств у него. Вот он рассматривает как, кинематика сплошной среды вначале, там вот первое, потом идет идеально нежимаемая жидкость, он переходит, и более уже так сложная среда. Потом сжимаемый газ и динамика вязкой жидкости и газа. Вот все это применимо к воздуху, но если вы берете воздух как идеальная жидкость, вы должны оговорить, в каких условиях эксперимента она применима. Можно применять, но только с оговорками. А в самом крайнем случае, это, значит, динамика вязкой жидкости и газа. И вот я сталкивался с такими случаями, вот, там знакомые люди, значит, разрабатывают теорию. Он газодинамик, такой очень сильный мужичок, так в этом деле. И он, значит, рассматривает вот эту вот вначале кинематику, потом переходит к идеальной, но говорит, что это практически одно и то же. И вот он, когда у него движутся газы, там, все это, колебания в этой среде, у него все хорошо получается. Но потом он переходит, пытается смоделировать вихри, считая, что это будут атомы. И вот он как там, как он что-нибудь делать, у него получается, значит, что внутри этого вот образования вихра должна образоваться пустота. Понимаете? И вот эта пустота, значит, уже понятно, что уже разрывная жидкость. Понимаете? Раз у тебя там ничего нет, это уже понятно, что... А он продолжает все равно идти вот к этим вот своим путем. И у него в результате получается эфир там очень тяжелый. Там 10, по-моему, 18 степени грамм на кубический сантиметр. Вот. Значит, ну, так, это сюда. Сейчас, секундочку. Ну, выводы здесь вот я провел. Ну, значит, это все из этого следует. И, значит, на этом я заканчиваю. Да, спасибо. Но тяжесть эфира совсем не противоречит свободному движению, скажем, планет в эфире. Вы знаете, это не физичная модель, я считаю. Когда тяжелый эфир, вот он, вот, это я могу с вами согласиться. Вот даже, вот я буду с Владимиром Ракимовичем на эту тему разговаривать там. Я приводил раньше аргументы, это, кстати, в этой работе сборники я провел, что вот сейчас наблюдают тяжелую материю, темную материю, энергию, и она у нее плотность там, получается, 10-19 где-то. Но на самом деле, вот здесь вот эфир, вот, ну, вот не совсем понятно, вот с Амерами что делать. Понимаете?